Поехали. Надо привлекать. Ты возглавляешь такое движение стильное. Движение называется Трезвый Николаев. Нет, Трезвый Украина, но представительство в городе Николаев. Ну и представительство Трезвый Николаев. Ну так это ж... Супер. Он зовут меня Завтур Максим Палович. Я являюсь представителем всукранского движения Трезвого Украина. Трезвый Николаев, по местам, будем так говорить. Ты знаешь, за что меня выгнали с этого движения? За что? Я тебе уже говорил, ну для эфира. Меня выгнали за популяризацию культурного питья. Я в принципе сторонник, я же не зашитый, не алкоголик уже кончен. И меня вот выгнали. Вот за тот фильм, ты смотрел фильм с Авербухом? Нет, нет, нет. Мне вот они еще сказали, как бы мне было интересно. Ну ты ж курсил, там же удостоверений никаких не выписывают, ничего там, да? Сейчас был тупец, я поднял этот вопрос, потому что я юридически мощнее, чем и не подкреплен. Мощнее, я сейчас на меня просто упала вся юридическая организация, всукранское движение. Вообще супер. Но лидера, подожди, ты же знаешь, что я единственный, кто ездил к ним на съезд? Они говорили тебе? Я там даже не пил и не курил. Ну я не курю, я не пил, там не всего. Тоже говорится, я в прошлом тоже, конечно, сказал честно, грешил, пил и курил, говорится, и все. Я с ним согласен, потому что культурного питья такого не бывало, нет такого культурного питья. Это, кажется, было продумано для того, что мы такого не пили, мы сильная нация была. И все, это уже не столь удастся. Но... Максим, мы жестокая организация. Теперь-то я тоже согласен. Когда я насмотрелся в Жданово, когда я насмотрелся вообще, что такое культурное питье. Но вы даже придумали для нас, придумали, что какие-то, обратно же, культурное питье. Какие-то там премии, там рожды, там... Просто все было придумано. Максим, походатайся, чтобы они меня вернули. Я походатайся. Походатайся. Потому что уж даже их идеолог, Артем Ступаков, да, так правильно? Артем Ступаков. Ну, это же главный их идеолог. Ничего не может сделать Юра. Ничего не могут. И сильно... Ну, там была организация Константин. Тоже очень толковый парень. Хоть и молодой, но очень толковый. То есть, молодки встретишь их. Подожди, но у них же не было, по-моему, какого-то главы определенного. У них же коллегиально они все принимают. Был Константин. Он главный-то своего вздаля, получается. То есть, очень толковый парень. Да там все ребята... Молодой, но не глупый. Молодой, но не пока там их слухой. Вот так вот. Ну, так, в смысле, что этим занялся, потому что параллельно я возглавляю ассоциацию Николаевской области. Громадский формирование по охране общественной опорядки. А ну давай медленно. Громадский... Да, типа русские. Это Николаевская ассоциация общественных формирований по охране общественной опорядки и общественной безопасности. И охранных предприятий. Ну, предприятий. Суперорганизация. Суперовая организация. То есть, с 2002 года мы это с другой должности было тоже, но... Это общественная, да, организация? Нет, ассоциация не общественная. То есть, это альянс именно предприятий, то есть, разных форм собственности. То есть, и госовских, и... У нас общественного слова нет. У нас есть... Вылетел из главы, вот это в крае, что как бы он все знает, но на русском не выглядели. Ну, не важно, в общем... Ну, так говорили общественно, да. Костя, вот скажи... Не Костя, но что... Прости, дорогой, я как будто я вспомнил, да, я как будто я вспомнил. Вот скажи, вот у нас организации, которые беспокоятся о нашем здоровом образе жизни, о село-восело, ну, много. О нашей безопасности, ну, валом, если не сказать валом. Они мертвые, они только на бумаге только. Общественных организаций только. Я вот еще когда в 2000 год, помню, был... Ну, может, помните, были такие движения, там, против Куч Мающенко, может, я сюда... Не-не, политику давай сюда общить, даже близко не подпускай. Не-не-не, я не подпускаю, нет. И тогда, получается, Николай начал много организаций, я просто еще говорю, почему он много организаций. Я тогда тоже, как бы, ответственным деятельностью занимался в то время. И тогда вот начали штамповать организации... Костя, Костя, я теперь буду всю жизнь называть Костя. Максим, подожди, эконом-время, у нас телевизионное время очень дорогое. Значит, смотри, ну, много их организаций, ну, много. И казаки там, и... Да-да, они были за поводом партии. Они были за поводом партии. Как ты думаешь, сколько у нас барыг в Николаеве? Очень много. Сколько? Больше, чем нужно, наверное. Это оно. Что, больше, чем нас, общественников? Больше, чем нас... Конечно, конечно, больше. Это оно. Я с какой-то, кажется, и работа, конечно... Подожди, кого ты подразумеваешь под словом барыги? Это и продавцы наркотиков. Это и наркоманы, это... Нет, наркоманы, это не барыги. Наркоманы, это наркоманы. Барыги, те, которые торгуют наркотой. Наркотой и самогон. Их очень много, то есть... Ты не разделяешь тоже, самогон для тебя это тоже наркотик. Да, это тоже сало. Кроме сала. Сало для нас не наркотик. Если человек в аэропорту, я его в Толигию отправлял, ну, старый, как он называет, пока... Он сказал... Говори, говори. Говорит, любой день разговор, любой директор... У меня это маленький, короткий смысл. А только самое здесь. То есть, будь то самогон, будь то пиво... Все, принимается, принимается, все. Их последний, все они... Да, да, все нормально. Ну, сколько их барыг? Ну, барыги, понятно, да, кто такие? Барыги, это те, которые торгуют наркотой. Тысяча. Что, больше, чем ментов, больше, чем избушников, больше, чем прокурат, прокуратуры? Но проблема нашего заказовской просто. Нормальное законодательство, не надо. Супер законодательство. Хватает законодательства. Проблема в судьях, да, которые судьи отпускают. Это да. Судья берут и отпускают. Обратно же, это законательство. То есть, судья, значит, позволят, закон позволят это делать. Обратно же. СТО же самое скажу по работе. Сколько совместные организары, окрасы от armados, брали торговцев на какие-то подобные. Они тоже умные, об этом же знают наши законы, они быстренько отмазываются. Последний пример, мы читаем новостях. Того выпустили, тот отмазался, тот просто штраф заплатил. Тому-то не досыпали им меньше дозы, чтобы, как бы, его наделал. Не, ну они защищаются, это их право. Мы живем, слава Богу, не в Китае. Такое, так сказать, лоярик этому закону. Сколько все-таки, Максим? Сколько в Николаеве? Ну, плюс-минем. Ну, знаешь, сколько наркоманов детей в Николаеве? Нет, это я не знаю. Зарегистрированных? Нет. Сиди, облокотись, чтобы не упал. Один. Зарегистрировано? Да, зарегистрировано один ребенок. Смешно, я сам в шоке. Кстати, все смеются, когда я говорю. Мы там на лединге раньше живем. Один. Тихо, дальше. Знаешь, сколько у нас зарегистрировано наркоманов, а алкоголиков? Ну, зарегистрировано. Нет. Ну, плюс-минус. Я не дал статистику не хитрю. Ну, плюс-минус хоть. Мне надо точную цифру. Ну, до четырех тысяч. Потому что на три или пятьсот восемьдесят. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Насколько эту цифру можно умножить? Ну, может, на три-четыре. Да, ну. Милиционеры и то умножают на десять. Да. Ну, это по моим. По моим. А там уже и больше-больше идет. Сколько у нас барыг, Николай? Ну, так, я скажу так. Как я вот это подъявляю? Я только не зайду, с кем не разговариваю. А мне кажется, говорит, а мы там торгуют, там торгуют, там торгуют и делать. То есть можноождать, до тысячи можноождать. То есть я с кем встречаюсь, то есть я так же там общаюсь. Тысяча барда. И каждый мне говорит, что там в том подъезде торгуют, а там торгуют, а там собираются. Мы не significant то делать. Ну, это много. Это целая армия. Ну, учителя, просто как бы, может, единственное, радовать то, что они же не в едином фронте. Говорят, мафия. Какая нафиг мафия? Это не мафия. Это абсолютно... Это каждый сам в судьбе. Они же не контролируются как-то с одной точки. Они же... Ой, в глобальной никакой не давался. Может, там 5-6 контролируются, то, что такое, разбито. Это, насколько я помню, еще в 90-х годах. Это, по-моему, даже контролируется такое. А сейчас я даже не знаю, какая система идет. Я с опалением гнона... Ну, вот, по-прежнему, оборудование наркотиков. Я, если не давался, то, если я посреди в основном все не знаю. Если мне оно не работает. Хорошо. Заканчивается наше эфирное время. Максим, что делать? Что делать? Делать... И успеем ли что-то сделать? Я все время... Буду делать в будущем. То есть, вы удивитесь, когда сюда люди начнут приезжать. Это показывать... Не надо рассказывать, что это плохо, это хорошо. Надо показывать сравнение. И все-таки люди с Киевом будут с нашими концами приезжать. И людям это показывать. То есть, мы не будем ходить за ухо кого-то. А плохо там по рукам. Ни куру, ни пив, ни колоса. А мы будем это в сравнении делать. Собирать людей, детей, студентов, школьников. И все показывать в сравнении. Ну, плюс, конечно, еще давить заявление. Я думаю, вы нам поможете. На муниципальные власти, на силовые структуры. Чтобы, конечно же, вы слыхали, что принес закон о воспитии пива. Смешной закон вообще? Не, смешно не смешно, но это нам на руку. Но оно на руку. Ты думаешь, что он будет работать как закон? Он не будет работать. Но это хотя бы два-три человека способ, потому что будут по рукам пить по советской бить. Потому что выйти на советскую вечером. Да это лишние три копейки для продажных ментов. И все. Ну, для продажных ментов это лишние три копейки. Вряд ли найдется милиционер. Ну, я не знаю, дай бог, чтобы он нашелся. Вы ничего не поняли. Я не за то. Я за то, чтобы хотя бы ходили, говорили, что нельзя пить. И это без малолетка пиво все-таки выбросит поддомление работника милиции. Да не выбросит он. Я тысячу раз видел. Ну, по крайней мере, по-советски. Я не знаю, как по-другому. Я, когда еще сам патрулировал, меня выбрасывали все. Я, когда еще улицы сам патрулировал, меня все выбрасывали. И пиво, и сигареты.